Молоко в глазах. Такое ощущение до операции на лазерном аппарате было у Лидии Савиной. Она страдала диабетической ретинопатией. Это одно из самых тяжелых и распространенных осложнений диабета, которое может привести к слепоте. Женщина вошла в первые две сотни человек, которым сделали операцию на немецком аппарате с уникальной интеллектуальной системой, разработанной в Самаре. Лидия Савина говорит, после операционный период прошел незаметно и теперь уже забыла, что такое очки. Видит, как сокол. После этого включения намного мне стало лучше. Видеть я намного стала четко. Не просто вот я как-то расслышу, но хорошо. Четкость появилась. Раньше врачу во время лазерной операции приходилось прицеливаться как снайперу вручную, выставлять нужную мощность для того, чтобы не сжечь сетчатку глаза и при этом убрать то самое пятно молока. Теперь самарская интеллектуальная программа на этапе планирования операции в автоматическом режиме дозирует мощность лазера и определяет точность направления луча. Аналога у интеллектуальной системы в мире нет. По оценке разработчиков, она позволит в 9 раз снизить вероятность лазерных ожогов за границами отека, сократить время подготовки пациента к операции и снизить риск появления послеоперационных осложнений. У нас практически все, но больше 95% коагулятов у нас, во-первых, в правильном месте, во-вторых, гарантированы правильной мощностью. Вот это уникальная особенность того метода лечения, который у нас сложился из самого совершенного на западе прибора и самой совершенной в России программы. Ученые Самарского университета совместно с врачами областной клинической офтальмологической больницы имени Ярошевского и учеными Самарского государственного медицинского университета около пяти лет разрабатывали уникальную систему. Задействовали большую базу данных. Ее разработали совместно с Институтом системы обработки изображения Российской академии наук. На этом сервере хранится более 30 тысяч фрагментов изображения глаз. Это позволяет интеллектуальной системе предоставить врачу более достоверную информацию. Основная здесь трудоемкость составляла сбор информации, экспертная обработка, то есть привлечение врачей, чтобы они проверяли результаты работы системы. А далее мы использовали технологии обработки больших массивов данных, интеллектуальный анализ, частично нейронные сети используются. Все это уже позволило нам спроектировать компьютерную систему. Самарские ученые планируют получить данные других патологий глаз для того, чтобы система научилась лечить и другие заболевания глаз. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.